и всем привет меня зовут лена крупина и я скучала по настоящим соревнованиям и когда у меня есть время за ними следить и обсуждать их с вами так что сегодня стартует наш почти что недельный трип по волнам чемпионата мира и надо сказать первый день настормил новостей как за неделю но все произошло буквально за пару часов и так сегодня в видео поговорим кто завоевал первое золото чемпионата мира почему снялась баряна колей и что произошло с дарьей атаманов обсудим все новости и постараюсь ответить на многие вопросы ну и конечно же расскажу как все-таки прошла квалификация и финал первого дня чемпионата мира ну и для тех кто еще не подписался на телеграм канал сейчас самое время ведь именно там появляются оперативно все новости соревнований а также там есть чат где в режиме реального времени мы обсуждаем чемпионат мира так что с радостью жду там и тебя ну и не забудь подписаться на youtube канал а также напомню что youtube россии не монетизируется поэтому мне будет особенно приятно если вы сможете меня поддержать по ссылкам в описании а у кого нет возможности то лайки и комментарии поддержка ничуть не хуже заранее спасибо и давайте уже переместимся с головой в болгарию и разберемся что за сумасшедшие вещи сегодня происходили 14 сентября в среду стартовал первый день чемпионата мира изначально я думала что он будет грустным и части групп мы не увидим такое уже бывало но благо болгария понимает что куча фанатов сидит у экранов телефонов и ноутбуков и желает следить за гимнастикой поэтому трансляция все-таки была и вполне себе прекрасная поначалу подтормаживала но наверное от радости что этот турнир все-таки идет меня это не сильно беспокоило но и параллельно в россии проходила спартакиада они поговорим в отдельном видео по итогам квалификации спартакиады видео уже на канале если вы вдруг пропустили но на чемпионате мира девочки выступали с обручевым мечом и начали отбор финал личного многоборья куда пройдет 18 лучших гимнасток а также девочки сегодня же прошли отбор по 8 лучших и разыграли медали в финале с обручем и мечом завтра завершится отбор в многоборье а также будут разыграны медали в булавах и ленте так после первого дня многоборья лидирует софи рафаэль и причем пройти упражнение чисто не удалось и волнение было намного больше когда она выступала так как тогда еще не было инфы о том что два главных претендента на золото снимается чемпионата мира в целом по софи было ощущение что на квалификации она очень нервничала так в обруче она допустила большую потерю с пробежкой но для финала оценки все равно хватило мяч был выполнен в квалификации без грубых ошибок и итог хуба финала и первое место после первого дня второй после первого дня стала дарья варфоломея в гимнастке германии совсем недавно кстати публиковала статью в телеграмме о даше и ее связи с в целом довольно интересная история если вкратце дальше родилась в россии но ее тренер отдала ее к немецким тренерам на просмотр еще когда даша выступала по юниорам там она приглянулась и так приехала жить в германию поначалу одна а позже к ней приехали родители выбор пал на германию так как по маминой линии у даши есть родственники в германии а мама даши и вовсе была гимнасткой и тренировалась тоже и в россии и германии вот правда таких успехов она не достигла но влюбить в художественную гимнастику дочь смогла и благодаря маме тренеру в россии и трудолюбию даши мы сейчас наблюдаем такую невероятную гимнастку по выступлению хорошо прошла программы обруч был чище и здесь кстати она сменила музыку и на мой взгляд она очень хорошо на нее легла в мяче были небольшие помарки но в целом тоже без грубых ошибок в итоге в оба финала даша тоже прошла 3 стала стеляна николова гимнастка болгарии к сожалению с первым видом мечом не все прошло гладко было несколько неудачных схождений с элементов и падения во время риска из-за чего собственно финал меча стеляны и не смогла попасть но вот с обручем удалось выступить намного лучше и в итоге с первого места попасть финал собственно говоря такая тройка лидеров многоборья после первого дня получилось думаю не всех здесь ожидали увидеть но по моим ощущениям все справедливо ну а что же там с нашими главными лидерами здесь началось все очень странно шел поток где дарья атаманов должна была выступать так как даша абсолютная чемпионка европы этого года на нее явно были большие надежды у израиля и любопытство фанатов сможет ли она повторить успех и на мире но во время выступления даша не вышла а диктор объявил что даша не выступит из-за травмы позднее уже появилась информация что у даши перелом ноги тренеры кстати до сих пор не прокомментировали этот момент но факт травмы подтвердили следом за дашей поползли слухи о баряне колей здесь тоже федерация долго не подтверждала снятия баряны но потом президент федерации болгарии или она раева в видеоформате объяснила ситуацию и сказала что да действительно баряна снялась в день турнира из-за температуры и инфекции гимнастку госпитализировали в больницу и врачи настояли на том что она выступать не может президент федерации явно была ошарашена такой новостью как собственные все фанаты как говорит элиана раева в интервью что еще буквально вчера на контрольной тренировке баряна прекрасно тренировалась и хорошо себя чувствовала и прекрасно прошла контрольные тренировки самое забавное но уже не относящаяся к чемпионату мира на спартакиаде в этот же день арина уверенно снялась из-за травмы в чате кто-то шутил про ретроградный меркурий и освещение зала в софии возможно здесь и правда не хватило икон ирина александровна виндер на данный момент 18 лучших гимнасток которые претендуют на финал личного многоборья выглядят таким образом возможно здесь будут какие-то изменения но думаю основа точно не поменяется так мы наверняка увидим милена балдасари в квалификации удалось пройти не все чисто но без грубых ошибок кстати когда смотрела на милену вспомнила об александрия диджикулезе которую все-таки сняли с турнира в последний момент и в моей голове возник вопрос если бы саша тренировалась у джульетты канталупи она бы до сих пор облистала в италии или тоже бы ее карьера сходила на нет очень жаль за этим наблюдать особенно когда не знаешь почему такое происходит ведь судя по инстаграму саши вроде все хорошо поэтому особо и непонятно что не так с ее карьерой и стабильностью также маргарита колосов одна из претенденток на медали гимнастка германии уверенно проходит уже который старт очень рада была видеть викториона приенко мне безумно понравился купальник вики в квалификации с мечом нежный белый с интересным горлышком века в хорошей форме но не все прошло гладко в обоих видах в итоге только один финал но думаю вика может бороться за медали учитывая что сейчас и весь мир поддерживают украину и поддержка в зале во время вступления была очень большой а это безусловно помогает и гимнасткам дает дополнительную энергию одесса как гимнастка израиля хоть по многоборью идет пока седьмой и особо лидеров не двигала но в отсутствие основных конкурентов может собраться и забраться намного выше и думаю что из-за медали тоже может устроить конкуренцию екатерина веденеева гимнастка словении после первого дня занимает восьмое место с катей кстати связан любопытный момент катя была первой гимнасткой которая подала протест на свою оценку от этого привлекла к себе внимание и здесь интересная информация появилась от болгарского журналиста которая как раз сидела в зоне протестов так в своем блоге она написала что протесты кати отклоняются из-за того что риски и трудности предмета которые выполняет катя последней презентации для судей разбирали и они были как примеры того что не считается трудностью предмета как я поняла это как раз та же история как было и на олимпиаде в токио когда нам международный судья поясняла что на международном уровне не считают определенные мастерства однако гимнастки россии израиля их все равно делали так предположу что катя делает своих упражнениях какие-то риски или трудности предмета которые в международном поле не засчитываются и от этого она рассчитывает на оценку выше а по факту получает ниже но и в целом думаю из нашего опыта мы знаем что в целом оценки на чемпионате мира всегда намного ниже чем на других стартах и всегда оценки квалификации отличаются от финалов отдельных видов так и сегодня здесь для тех кто следит постоянно за гимнастикой не должно было быть сюрпризов но еще не могу не вспомнить скандалы которые проходили перед чемпионатом мира так самый громкий скандал с отстранением елизаветы полстиной сборной латвии за ее российские корни вместо нее на турнире участвуют другие гимнастки и по местам это конечно очень далеко до мест лизы так санта степулане надеюсь правильно произношу фамилию после первого дня занимает 58 место а никола васильева 66 строчку думаю лиза полстиной была бы в десятке лучших ну а та самая история с гимнастка армении тоже ничем хорошим не закончилась пока что мэри пагасян занимает после первого дня предпоследнее 77 место для тех кто пропустил эту историю то сильва саргсян лидер сборной армении которая выигрывала все внутренние турниры не отправили на чемпионат мира федерации решили дать шанс другой гимнастке а учитывая что мэри пагасян тренирует действующий главный тренер армении то думаю вопросов становится чуть меньше но вот правда тогда вопрос не результат ли главное для страны на самых важных турнирах что кстати и латвии касается тоже по факту лучше гимнастик сливают по каким-то своим обстоятельствам и так реально появляются вопросы а так ли важен этот чемпионат мира или сюда просто ездят показать тех кого хотят они сравнивают лучших из лучших в общем для меня это прям настоящая грусть и за девочек и за в целом всю эту историю с тем кого отправляют на турниры но и финалах где были разыграны первые медали так софи рафаэлли стала первой в истории чемпионатов мира и италии победительницы в индивидуальной программе вписав себя в историю правду говорят что обстоятельства этой победы забудут а титул останется и то что нет россии белоруссии это что конкуренты снимались одна за другой но по мне даже с такими обстоятельствами эти медали настоящие как нам говорил тренер свое время это уже победа даже если ты дошел до турнира а другие нет поэтому я искренне рада за софию и надеюсь это не последние медали для нее думаю все уже знаете что мне нравится софия и я сегодня наверное даже поняла за что за невероятную чистоту в предмете и плавность переходов из одного движения в другое ну и конечно же ее постановки кажутся нетипичными что меня пробирает до мурашек а если вы смотрели видео про артистизм если гимнастка пробирает до мурашек значит ей можно ставить высокий балл стеляна николова из болгарии завоевала серебряную медаль для своей страны у меня были мысли что своих стенах помогут это что в квалификации стеляна была первой и что поток она закрывала в общем все шло к тому что именно стеляна будет первой но видимо по сложности с чистым исполнением софия была лучше ну и по оценке стеляна набрала меньше чем в квалификации видимо что-то не сделала не буду лезть в дебре и разбираться что но факт серебро в финале с оборчем и это очень хороший результат для дебютантки чемпионата мира бронзу в финале с оборчем завоевала дарья варфломеев невероятно высокая оценка и хорошее исполнение было ощущение что со снятием варяна и дарья атаманов судьи перестали придерживать оценки и стали более щедры но и даша показала прекрасные выступления думаю за этот сезон она явно себя зарекомендовала среди судей одиасякат стала четвертой после снятия даши атаманов одиасякат стал единственной израильской надеждой на медали уверена что от нее их ждут исполнение хорошее но пока без пьедестала кстати для тех кто будет спрашивать почему варяну и дашу не заменили федерация имеет право менять гимнастик за 24 часа до турнира а обе проблемы случились в день выступления что означает что срок для замены пропущен и что кстати самое грустное не израиль не болгария теперь не бороться за командные медали маргарита колосом в обручу уступила всего одну десятую для риты пришлось ждать 10 часов чтобы вновь выступать с этим упражнением она открывала турнир и выступала вечером в финалах уверена это не просто но рите удалось хорошо пройтись и утром и вечером зухра акхамирова не совсем справилась с программой и выглядела явно расстроенный и витагриски нас не совсем чисто прошла программу но без грубых потерь в итоге только седьмое место и восьмерку лидера в обруче замкнула милена балдосари к сожалению милена финал с обручем совсем не пошел и в итоге речи и медали здесь конечно же не шло финал с мечом вновь выиграла софи рафаэль и она прекрасно справилась программой закрывая поток и доказала что ее нестабильность может быть подконтрольной но надеюсь не сглазит это еще только начало но уже две из двух золотые медали в кармане юной завоевательницы из италии настоящую интригу в мяче создала дарья варфоломеев которая смогла набрать за упражнение 34 и одну десятую что было явной заявкой на золотую медаль бронзовую медаль выиграла еще одна итальянка милена балдосари мяч милене поддался и хорошее исполнение и оценка хорошие и в итоге медаль виктория наприенко заняла четвертое место по оценке отрыв от пьедестала был большой но по исполнению было не так плохо но с помаркой мне не хватало белого купальника из квалификации альба баутиста гимнастка испании заняла пятую строчку поговаривают что финале испанцы были в 2014 году поэтому это уже очень крутой результат екатерина веденеева и словении заняла шестую строчку хорошо пройдя программу но получив сбавку за окончание после музыки и чем явно осталось недовольным а диаса кайт стала седьмой к сожалению были ошибки и восьмерку лидеров замкнула андрея вердес из румынии для нее уже хороший результат быть финале жду от вас в комментариях как вам первый день кто запомнился кто понравился и ваши мысли по поводу победителей призеров знаю что многие обсуждают про то что без лидеров это медали не медали я с этим как уже говорила не согласна но хочу узнать и ваше мнение но и помните что я вас всех очень сильно люблю увидимся в следующем видео и пока пока